Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об одном интересном приложении, которое называется Minutelia. Максим, расскажи, что это за приложение и почему оно было создано? Приложение Minutelia было создано для того, чтобы создать, скажем так, концентрированный набор информации, связанный со всеми нашими средами самообслуживания. Мы рассмотрели самые основные действия, которые делают наши пользователи в наших средах онлайн, то есть в средах самообслуживания, и сделали это гораздо удобнее, компактнее и доступнее посредством, соответственно, приложения Minutelia. Интересно, это мобильное приложение, которое можно пользоваться в смартфоне, в планшете. Расскажи, какие основные функции сюда вошли, что можно в приложении делать? Основные функции и, наверное, даже самые популярные функции, которыми наши пользователи пользуются, это непосредственно просмотр остатка мобильного интернета, просмотр использования мобильного интернета в течение нескольких месяцев, то есть и текущие, и в прошлом, как было использовано. Счета, их оплата и, опять же, история счетов. И новая функция, которая вышла совсем недавно, это бронирование времени в наших представительствах. То есть больше не нужно стоять в очереди, можно удобно с телефона забронировать время в том представительстве, в которое тебе больше всего пойти и спокойно прийти туда и с помощью своего номера очереди попасть к специалисту. Попасть к специалисту, да. Супер. То есть не обязательно стоять прямо в же очереди, можно заняться своими делами и, соответственно, очень быстро, удобно. Расскажи, а это приложение работает только для мобильных функций или для любых услуг Телли? Приложение позволяет сейчас смотреть данные, связанные с мобильным интернетом и домашним интернетом. То есть с мобильным интернетом можно посмотреть остаток как раз такие данных, данных мобильного интернета в текущем месяце с домашними услугами, с домашним интернетом можно посмотреть счета и, в принципе, их оплатить. Что на самом деле самое важное? Скажи, а мобильный интернет, его текущий расход, звонки, сообщения можно посмотреть только по пользованию в Эстонии или, может быть, пользование за границей тоже отображается? Это очень хороший вопрос, потому что ввиду недавних регуляций Европейского Союза мы добавили сюда такую интересную функцию, что если люди путешествуют, особенно это сейчас актуально, потому что начинаются рождественские праздники, и если люди куда-то уезжают, то можно в приложении следить за расходом мобильного интернета как раз-таки за границей, то есть там появляется отдельный график с расходом как раз-таки интернета и в зоне Европейского Союза и не в зоне Европейского Союза. Отлично. Приложение работает на всех операционных системах? На Android и iOS. Ну, то есть на самых популярных? На самых популярных, да. Ясно. Спасибо, все интересно, я думаю, что приложение очень простое к пользованию, так что скачивайте, заходите в него и пользуйтесь. Хорошего дня!